Привет! Очередной крик души. Сегодня поговорим о щетках VALIO VM209 на 2. Это, короче, комплект щеток на BMW E46, которые, ну, в принципе, стоят не очень дешево. Вот, Made in France, это вся фигня. Вот, не так давно я поставил себе эти щетки. Буквально там, ну, наверное, неделю назад. Ну, в принципе, у меня уже есть желание там поделиться с вами, наверное, в ближайшем будущем заказать себе другие. Ну, первое, что, конечно, сильно резануло, это вот бошевская щетка, да, которая стояла до этого. То есть, вот ее спойлер на всю щетку длина, да, и это, короче, вот спойлер щетки VALIO, то есть, ну, такой, что-то вот, как в интернете показывают, маленькие спойлеры на багажник автомобиля такие, микро. Вот, ну, не суть. Переставить его не получается, сразу говорю. Дальше. Натяжение, в принципе, вот, бошевская, да, щетка. То есть, мы видим, она, конечно, поюзанная очень прилично, но все равно она как-то там прижимать, да, пытается. У нее там есть какие-то углы. Натяжение щетки VALIO. То есть, вот, как ее не ровняет, она все равно становится на место, становится струной. И что-то мне кажется, что вот тут вот у нее угол другой. Вот. Но это, на самом деле, все фигня. В ней есть два охрененных, в кавычках, бонуса. Первое – это крепление, да, ну, вот все знают, что, короче, крючок BMW, он, ну, весьма своеобразный, да, в креплении. То есть, вот, бошевская щетка была. Мы ее там вставили, натягивали, зажимали, короче, она щелкала и крепилась достаточно надежно. Достаточно крепко. Теперь, внимание, щетка VALIO. Вот. Вот. Это то, что нам сделали, короче, французы. То есть, это просто, это коллапс какой-то. Ее, во-первых, чтобы поставить, еще, короче, надо извернуться, надо попасть в паз. Вот, наверное, все-таки сейчас я попробую ее как-то поднадеть, вот, чтобы потом вам все-таки показать, насколько это весело. Вот. Здесь надо попасть в серединку. Короче, ща, ща накину. Второй раз я париться не стал. Я снял само крепление. Укрепление, ну, просто изумительное. Мы его цепляем. Все. Вот. Вот это вот, короче, крепление щетки. Вот. То есть, ну, это, это, это что-то, что-то сверхнадежное. То есть, ну, вот, у Валева, походу, получается делать неплохо сцепление, там, что, помпы, да, там, неплохо получается делать. Ну, что-то, по-моему, щетки, ну, не знаю, не их эта фишка. Ну, теперь как-то это все собрать обратно, это тоже КВН еще не слабый. Причем это все потом не сломать, чтобы она стала на место. О, походу, победил. Вот. Ну, вторая уже стоит. Ну, теперь, собственно, по качеству этих щеток. Старался поймать те полосы, которыми я недоволен. Вот. Чтобы не было сомнений, я все-таки покажу, что это, ну, грязь, да, на стекле. Вот. Я тут еще и от пальца, да, оставил дополнительно. С чего, в общем-то, я решил поменять щетки. Ну, во-первых, старые, они немножко подустали. От слова совсем. Бошевские стояли два года у меня. Вот. Ну, и плюс ко всему я заменил лобовое стекло. Вот. Теперь смотрим. Вот. То есть, короче, щетка даже палец до конца не дочистила. Она оставила эти следы. При всем при том, что, ну, блин, я ее протирал. То есть, ну, вот эти вот остатки мошек, ну, допустим, ладно, но учитывая, что у меня залита все-таки не просто вода, а омывающая жидкость, ну, все-таки, мне кажется, что для щетки новой, которая стоит по цене настоящей, ну, не знаю, такое себе. Мне очень хочется теперь сравнить. Это, короче, щетки Denso гибридники. Вот она уже прилипла просто сюда. Вот. Это щетки, которые стоят на этом автомобиле 6 лет. Смотрим, что делает щетка Denso шестилетняя вот с такой вот омывайкой. Вот. Короче, 6 лет щеткам. Да, она уже потерта. Да, у нее, ну, и уже прилегание не то совершенно. Ну, блин, ей 6 лет. Но в зоне обзора она чистит вполне нормально, учитывая, в каком хламе было стекло. То есть, эту машину, ее просто не заводили 2 месяца, 2 недели. То есть, ну, вот, как бы она простояла, и, ну, теоретически я могу даже вот постараться отмыть. То есть, в принципе, я могу сесть и поехать. В отличие от новых щеток Valio, которые стоят на автомобиле всего неделю. Ну, не знаю. Видимо, что-то мне с покупками не везет. Вот, с зеркалами не очень фартануло. Вот, что-то, походу, и с щетками не очень фартануло. Ну, походу, все-таки на щетках экономить не надо. Надо взять бошевские, проверенные, или подобрать вот такие вот денсы. Субтитры сделал DimaTorzok